Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в программе «Доктор Плюс» и я, ее ведущий, Владимир Яровой. У нас в гостях окулист нашей детской поликлиники Аскерова Нурлана. Мы с ней сейчас обсудим профилактику близорукости у детей. Близорукость у детей – это дефект зрения, обусловленный несоответствием оптической силы роговицы передней-задней оси глазного яблока. При этом нарушении хорошо видны близкие объекты, а отдаленные – плохо. Пациенты жалуются на зрительные утомления и головные боли. Эта проблема достаточно острая, потому как большое количество детей страдает близорукостью. И как предотвратить и как профилактировать и лечить это заболевание, я думаю, сейчас нам доктор и объяснит, и мы попробуем вникнуть в эту проблему. Да, здравствуйте. Несомненно, близорукость стоит на первом месте по самым распространенным заболеваниям зрительной системы – нарушения оптической системы глаза. Что такое близорукость? Простыми словами – это когда человек, ребенок видит вдаль плохо, вблизи хорошо. С точки зрения анатомии, тоже простыми словами объясню, как это происходит. Значит, ребенок смотрит вдаль на предмет, лучи от предмета идут и фокусируются не на сетчатке, как должно быть у нормального человека, а до сетчатки. Ну, то есть, мы немножечко, в принципе, у нас тут глаз есть, можно будет его потом показать. Вот там, да. И вот этот глаз, в нем есть, значит, линза, которая собирает вот эти все лучи и концентрирует их на сетчатке. На сетчатку, это удалось. Это уже называется истинная близорукость. Близорукость бывает истинная, есть ложная. Истинная – вот как раз, когда длина выросла глазного яблока. А ложная – это когда происходят спазмы мышц, то есть целиарные мышцы. Мышцы перенапрягаются, спазмируются. Это мышцы, линзы. Да, линзы, которые регулируют вот именно оптическую систему глаза. Они перенапрягаются, переспазмируются, поэтому спазмы аккомодации возникают. И это называется ложная близорукость. Акомодация – это как раз вот приспособление. Четкое видение предметов. Приспособление для того, чтобы правильно располагать картинку на сетчатке. Все правильно, да. Ложную близорукость мы лечим консервативным путем. Это разные капли, которые тренируют мышцы глаза, как раз вот эту целиарную мышцу. Также зрительными гимнастиками, аппаратным лечением. То есть ложная близорукость, она поддается лечению. Если правильно все соблюдать. А истинная близорукость, к сожалению, уже глаз вырос на эту длину, на этот минус уже вырос. И обратно же орган не станет короче. Поэтому истинная близорукость уже нужно не то, что лечить, а остановить, чтобы дальше не прогрессировало. Ну, факторы, причины близорукость тоже много. Во-первых, это наследственная предрасположенность. Близорукость передается наследственным путем, если ребенок наследует форму глаза близорукого родителя, особенности роговицы и так далее. У 50% родителей миопов, близоруких, обычно рождаются дети тоже с близорукостью. То есть склонны с маленьким запасом зрения с самого начала. Дальше это все переходит в развитие близорукости. Ну, бывает так, что у здоровых родителей, близорукие дети тоже это дефект коллагена, который входит в склеру, это наружная оболочка глаза. Ну, коллаген – это белок, который находится в соединительной ткани. Да, дефект коллагена, и поэтому склера, она растягивается, и глаз растет. То есть и такое бывает. Второе – это зрительные перенагрузки. То же самое – гаджеты, телефоны, планшеты. Третье – это осанка. На прошлой передаче с вами рассказывали. Осанка, неправильное освещение, стрессовые ситуации. Очень часто приходят дети после ЕГЭ, после каких-то экзаменационных, да, ситуации с нарушенным зрением. Стрессовые ситуации сильно влияют на зрение. Тоже есть такие. Очень часто сейчас распространено. Ну, вот давайте немножко остановимся на тех моментах, где можно скорректировать, в принципе. То есть, вот что можно чем помочь таким детям, у которых начинает появляться близорукость, и которую мы можем коррегировать. Смотрите, я вот своим пациентам рассказываю. С трех лет можно уже начинать следить за зрением у ребенка. Есть нарушения, нет нарушений. Распечатывайте А4. Картинки, есть в интернете очень много. Таблица картинок. И дома сами проверяйте. С расстояния, ну, где-то 2,5-3 метра. Вот, это первое. Это дома, если можно, да, следить за зрением. Если вы видите… Ну, естественно, это, в принципе, просто для того, чтобы вы проверили ребенка, и потом могли обратиться к специалисту. Да, да. Как же нужно смотреть, прищуривается ли ребенок, близко подносит ли предметы, книгу, наклоняет ли голову, когда, да, пишет, читает, подходит ли телевизору близко, когда смотрит какие-то телепередачи, мультики, фильмы. И на улице, когда вы гуляете, обязательно смотрите, тоже прищуривается ли, да, чтобы рассмотреть, там, какой автобус едет, троллейбус едет. Если вы заметили хоть какой-то признак, сразу к акулисту, да, поликлинику. С какого возраста вот можно, в принципе, уже показывать ребенка? Вообще, мы смотрим детей в месяц, в 6 месяцев, год, и так каждый год. То есть, 2, 3, 4, до школы. И потом, если есть… То есть, эта периодичность должна постоянно сохраняться. Да. Хотя бы раз в год нужно показать специалисту. Хотя бы раз в год. Если есть уже какие-то врожденные патологии, да, то мы зовем чаще, раз в полгода. Если мы на приеме увидели, допустим, ложную близорукость, да, вы хотели узнать. К счастью, для детей и родителей ложная близорукость поправима. При соблюдении рекомендаций врача зрение восстанавливается без ношения очков и хирургической коррекции. Мы лечим. Значит, первое – это строгий зрительный режим. Телефоны, планшеты мы начинаем ограничивать. Зрительная гимнастика обязательно. Третье – витамины в профилактических дозах. Далее – физиопроцедуры. Записываем на физиопроцедуру. Это лазерная терапия. Физиотерапия для глаз предусматривает использование природных физических факторов – магнитного поля, электрического тока, ультрафиолетового излучения, света. Процедуры, проводимые в ее рамках, отличаются безболезненностью и длительным эффектом. Физиопроцедуру с магнитом, магнитотерапией с тауфоном. Далее на аппаратное лечение записываем. У нас есть в поликлинике кабинет охраны зрения. На аппаратное лечение, смотря какая патология, те аппараты. Насколько эффективно это все? На ранних этапах развития близорукости эффективность хорошая. 70-80%, что положительная динамика. Далее – консервативное лечение. При заболевании глаз поможет и консервативное лечение. Это правильно подобранные капли, таблетки, мази и гели, физиопроцедуры и аппаратные методы. Есть разные группы капель, которые именно действуют на эти мышцы, чтобы ночью они расслаблялись. А какие упражнения при миопии вы бы рекомендовали? Миопия – это и есть близорукость. То есть нарушение зрения, при котором плохо видят даль и хорошо на близком расстоянии. Самые простые, которые можно порекомендовать родителям, чтобы они занимались с детьми? Это такие упражнения тоже в игровой форме. Зрительная гимнастика для глаз. Разные. Значит, первое – это метка на окне. На окошко картинку ставим и смотрим на картину. И вдаль на удаленный объект. Второе – это разные вращательные движения. Похлопывание, зажмуривание в течение 3-4 минут. На просторах интернета очень много образцов зрительной гимнастики. Любопытным мамам. Мамы всегда все достают, распечатывают, делают. То есть это обычные вращательные движения всех групп мышц глаза. Ну, то есть, в принципе, вверх-вниз, вправо-влево, по кругу, в одну сторону, в другую. В принципе, можно закрыть глаза ладонями и там повращать их, чтобы была какая-то небольшая цена. Склера пластика – операция по укреплению склера глазного яблока. Проводится с целью остановки прогрессирования близорукости, если последнее происходит вследствие изменения размеров глазного яблока. Дома, допустим, в комнате, смотрят на разные углы комнаты. Вверх-вниз, вправо-влево, да. Потом разные такие движения глаз. То есть на любую фантазию. Некоторые пишут эти самые буквы и все остальное. То есть, в принципе, здесь очень большой диапазон, чтобы, в принципе, это ценное. Чтобы пару минут ребенок мог. А если говорить про истинную близорукость, да, лечение, то уже, конечно, тут уже посерьезнее. Первое – это коррекция очками. Когда мы видим, что прогрессирующая близорукость – это что такое прогрессирующая близорукость? Это когда каждый год от одного диоптера и больше растет, да, близорукость. То тут уже нужно останавливать. Это или хирургическое лечение склеропластика, то есть укрепляют заднюю часть глаза. Или вот сейчас современные методы. Ну, как современные, 30 лет уже ночные линзы. Это ортокиратология. Ортокиратология – это современный метод временной коррекции аномалий рефракции, близорукости и астигматизма. При помощи планового применения жестких газопроницаемых контактных линз, которые используются во время сна. Посредством запрограммированной перестройки петели и роговицы улучшают остроту зрения. Они очень здорово приостанавливают прогрессирование. Рост глазного яблока. Я их назначаю, рекомендую родителям, когда вижу, что сильная прогрессирующая близорукость. Ну и очки на постоянной основе. Ну вот, а как градация? Вот это легкая форма, это средняя, это тяжелая форма близорукости. Ну, до трех диоптрий – это считается легкая степень. То есть мы пока наблюдаем, да, смотрим. Очки. Есть спортсмены, которые не хотят очки носить, а переходят к мягким контактным линзам. То есть это каждодневное, да, одеваемое линз. От трех до шести диоптрий – это средняя степень. Ну и от шести и выше – это уже высокая степень близорукости. Ну, а вы говорили о коррекции с помощью оперативного лечения. Это крайний. С какого возраста можно рекомендовать такие эти самые процедуры? Это если врожденная близорукость, то и с маленького возраста назначается склеропластика. Но это такой крайний уже метод, хирургическое все-таки вмешательство. Сейчас, слава богу, ученые, исследователи придумывают новые способы коррекции, прогрессирования близорукости. Это также мягкие контактные линзы с дефокусным или же такие жесткие контактные линзы, ночные линзы. То есть сейчас уже не доходит дело до склеропластики. Слава богу. То есть, в принципе, набор, скажем, методов воздействия сейчас намного расширился по сравнению с тем, что было. И можно, в принципе, скажем так, родителей обязательно, скажем, мотивировать к тому, чтобы они приходили. И объяснять им, что нужно делать для того, чтобы их ребенок был здоров. Мне кажется, что для каждого родителя это очень важно, чтобы ребенок был здоров. А зрение, так как это одна из самых главных, один из самых главных наших получателей информации, которую мы можем в себя занести, то следить за глазами нужно, это очень важно для этого. Очень важно, потому что зрение влияет на качество жизни, на выбор профессии, специальности. Когда плохое зрение, то и ограничения в выборе уже есть. Например, летчиком уже не станешь с плохим зрением. Не только летчиком. Да, то есть на выбор, на судьбу человека сильно влияет, естественно. Потому, в принципе, конечно, если мы говорим здесь о профилактике близорукости, то мы можем сказать, что это главное заболевание, которое может привести к негативным последствиям в развитии ребенка. Естественно, потому что осложнение близорукости, много осложнений. Самое главное – это осложнение на сетчатке, разрывы сетчатки. Я своим пациентам объясняю, родителям, вы понимаете, глаз растет, а сетчатка, которая сзади его стилает, она становится тоньше, и происходят разрывы. Поэтому это такое заболевание, которое ведет к нехорошим осложнениям для ребенка. Поэтому самая главная задача наша при близорукости истинной – это остановить прогрессирование. Тем более мамам девочек объясняю, потому что девочке – будущая мама, им нужно будет рожать. А вот с такой сетчаткой уже ограничения в естественных родах происходят. Мне бы хотелось сейчас, чтобы мы немножко прервались, и у нас есть вопрос телезрителей, на который мы с удовольствием ответим. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а могут ли повлиять на зрение прогулки на свежем воздухе и питание? Значит, питание играет огромную роль в развитии зрительной системы ребенка. Поэтому нужно с малых лет приучать к правильному питанию, к правильной культуре питания. Потому что должны поступать все питательные вещества, все жирные кислоты, все в виде овощей, фруктов. Нужно ограничивать углеводы, сахар, мучное ребенку. Потому что это все укрепляет сетчатку, это все укрепляет наружную оболочку глаза. Наружная оболочка глаза у нас склера. Склера, также известная как белок глаза, представляет собой непрозрачный, волокнистый, защитный наружный слой человеческого глаза, содержащий в основном коллаген и некоторые важные эластичные волокна. То есть она стоит из белка. Если будет недостаток питательных веществ, она ослабнет, растянется, глаз будет расти. Поэтому все взаимосвязано абсолютно. Также и прогулки на свежем воздухе. Ко мне приходят и мамы говорят, что не могут они детей заставить гулять. Не могут, не хотят дети. Нужно обязательно воспитывать и приучать к прогулкам на свежем воздухе. Потому что глаз начинает работать в своей среде. То есть больше пяти метров функционирует. То есть разные предметы на разных расстояниях начинает фокусировать. Мышцы начинают работать, тренироваться. Поэтому прогулка, спорт и питание – это основа из основ для развития хорошей зрительной системы. Я хотел бы акцентировать внимание. Вы немножко обратили на это. То, что сейчас, особенно дети, потребляют очень много сахаров. Сахара, в свою очередь, они связываются с белками и наносят им непоправимый вред. А белки как раз являются именно основой строительства внутренней части сетчатки глаза. Потому что можно рекомендовать не более 20 граммов простых белков. Это имеется в виду сахаров в день. А сейчас наши дети, к сожалению, едят в несколько раз больше сахаров, чем необходимо. И в связи с этим они получают достаточно много неприятностей в дальнейшем. И зрение от этого очень сильно страдает. Я хотел бы поблагодарить нашего гостя Аскерову Нурлану за вот эту вот прекрасную беседу. Что мы, в принципе, смогли понять, как нам нужно, в принципе, помогать нашим детям быть здоровыми. Спасибо вам. Пожалуйста.